Добрый день! Мне выпала честь открыть новую рубрику на канале Гостиная. Сегодня в гостиной два гостя. Это профессор Губанов Сергей Семенович, автор неиндустриальной парадигмы, главный редактор журнала «Экономист» и ваш покорный слуга профессор Мусин. Сегодня мы поговорим на тему идущего в эти дни в Москве Гайдаровского форума. Но прежде чем приступить к этой теме, я хотел бы поздравить, Сергей Семенович, вас лично и ваш коллектив с 90-летием журнала, который при любых обстоятельствах всегда 90 лет защищал интересы государства и народа в экономике. Я надеюсь, что действительно из трех ведущих экономических журналов это единственный такой действительно государственнический журнал, который является мобилизационной площадкой для всех экономистов, которые понимают, что страну надо будет выводить из кризиса, из этой вот пропастью, куда ее загнали либералы. Итак, Гайдаровский форум. Значит, тема, анализ и оценка этого форума. Мы знаем, что оценки сегодня разные, диаметрально противоположные. Даже само название вызывает улыбку и критику как стороны нашей, так и со стороны либералов, контуры посткризисного мира, устойчивый рост. Ну, во-первых, странно называют нынешний период посткризисным периодом, да, но про устойчивый рост даже Лорионов сказал, что это устойчивое падение. Значит, соответственно, в чем интрига и, в общем-то, истинный замысел этого мероприятия? Ну, прежде всего, нужно сказать, что цель этого Гайдаровского форума, она особая. И удивление Иларионова, но в какой-то степени показывает, что не все понимают, какие подспудные, не афишируемые задачи поставлены перед текущим форумом. Точно так же не совсем верно оценивает этот форум с позиции чисто механического деления левое-правое, либералы или государственники, разрушители или созидатели. Есть особая задача у этого форума. Какая? Прежде всего, он состыкован, интегрирован с Организацией экономического сотрудничества и развития. Он проводится фактически совместно и не случайно на форуме. Прежде всего, был презентован обзор Организации экономического сотрудничества и развития, то есть это клуб стран золотого миллиарда, был презентован обзор по России, который вышел буквально, то сказать, вот в канун Гайдаровского форума и был приурочен, его презентация, она была приурочена к открытию Гайдаровского форума 15 января. И, собственно, с этой презентации начался форум. Смысл в чем? Почему такой интерес непосредственно и со стороны Организации экономического сотрудничества и развития, и, соответственно, со стороны России в том, чтобы эта Организация присутствовала на форуме? Как известно, стоит задача после вступления в ВТО, во Всемирную торговую организацию, стоит задача присоединения России к Организации экономического сотрудничества и развития, то есть к вступлению в клуб высокоразвитых, промышленно развитых стран. В принципе, членство России во Всемирной торговой организации, оно открывает дверь в организацию экономического сотрудничества и развития, но при ряде условий. Речь идет не о вступлении, как очень часто полагают. Речь идет о присоединении. Почему? Потому что формальных решений, скажем, парламента при этом не требуется. Здесь упрощенный порядок, порядок, можно сказать, рабочий. Есть примерно 30 важнейших направлений социально-экономической жизни страны, по которым совместная комиссия, прежде всего комиссия Организации экономического сотрудничества и развития проверяет, насколько условия, качества, стандарты социально-экономической жизни соответствуют стандартам этой организации. И примерно по каждому из направлений примерно создано вот 30 таких комиссий. Ну, скажем, это сфера статистики национальной. Соответствует наша статистика стандартам Организации экономического сотрудничества и развития или не соответствует? Вот по статистической линии, насколько я знаю, работа комиссии завершена и решение положительное. То есть работа Росстата, она признана, то есть, ну, с замечаниями, то есть, рекомендациями, с оговорками, но в принципе она признана, то есть, соответствующим международным стандартом, стандартом этой организации. Или, осталось четверть пути, можно сказать, пройдено, осталось три четверти пути на сегодняшний день. И в том числе есть очень тяжелое направление. И по этим направлениям, безусловно, имеется желание нечто из России в пользу Запада, в пользу иностранного капитала заполучить. И это вполне понятно, это сочелание, желание Запада устроить торг относительно присоединения России вот к клубу стран золотого миллиарда. Это обстоятельство, безусловно, оно логичное в нынешней ситуации. Мы знаем, что сейчас устроен новый раунд, по сути, глобального передела собственности в мире. А глобальный передел собственности, он всегда сопровождается насилием, войнами, конфликтами локальными, региональными, то есть, и более широкими, в жанре терроризма, в жанре спецопераций, в жанре, значит, приграничных конфликтов, скажем, как у Китая с Японией, как сейчас вокруг суверенитета в Арктике, как в нефти промысловых странах, странах организации ОПЕК, везде очень сильный, кровавый, насильственный передел сфер влияния. И этот передел сфер влияния затем мы знаем Вашингтоном. И, собственно, этот передел, новый раунд передела, он и является новой нормой, о которой мы с Вами уже говорили. И вот вкрапление этой новой нормы в отношении между Россией и Организацией экономического сотрудничества России, и развития между Россией и этой организацией, вот вкрапление новой нормы, они здесь появляются и появляются очень сильно. Есть попытки Вашингтона использовать стремление России присоединиться к этой организации, к организации ведущих стран мира, в своих интересах, в интересах, прямо скажем, потеснения российского государства на командных высотах нашей национальной экономики, в пользу иностранного капитала. То есть это то, что в речах влиятельных западных представителей звучало на этом форуме, о том, что у нас действительно есть необъятные просторы, пахотная земля, у нас есть газ, и мы готовы поменяться, так сказать, бюджетным дефицитом в обмен на эти богатства. Это звучало открытым текстом, и ни в одном выступлении. Это то, что прорывалось на поверхности, естественно, в прямой, в открытой форме. Это не проговаривалось, но это было представлено, как обычно бывает, условия торга, условия сделки, они представлены в таких завуалированных косвенных формах, где нужно от внешней подачи, от стилистики, от дипломатичных выражений буквально продираться сквозь эти заросли учтивости, продираться к сути. И то, что прорывалось на поверхности, скажем, у того же Джеффри Сакса, который и упомянул о такой интересной комбинации, асимметрия, у Запада нет ресурсов, у России много ресурсов, это замечательная комбинация, и естественная комбинация для кого? Нет для России, у которой ресурсы есть. Это комбинация, которая предполагает очень простой исход. Были ресурсы российскими, стали ресурсы западными. Вот как это сделать? Как это сделать в косвенной форме, не в явной, не в форме вооруженного захвата, не в форме прямого насильственного или такого ярко выраженного агрессивного акта, который имел место в Иране, который все еще в замыслах Вашингтона, в отношении Ирака, Виракида, в отношении Сирии, Ирана и ряда других стран. То есть, как сработать здесь, чтобы внешне это не выглядело военной агрессией? То есть, вот в этом и заключается пресловутая новая норма Вашингтона. Впустить вперед доллар, впустить вперед империализм доллара, чтобы доллар завоевал свои, так сказать, в начале позиции. А потом, под флагом защиты уже долларовых интересов, американских интересов, можно и отпускаться на военные угрозы. Вот такая схема, она называется как раз неоимпериализмом. Если вот говорить в таких строгих категориях, не совсем политкорректных в последнее время, но, тем не менее, отражающим реальное противоречие в мире по существу. Так вот, такие проговорки, которые позволил себе Джеффри Сакс, они на форуме были нечастыми. Но смысл в чем? Смысл в том, и вот как раз здесь реплика Андрея Ларионова, что он не понимает, почему фигурирует в названии форума устойчивый рост, если в российской экономике сегодня рецессия. Такая умеренная, автономная рецессия. Это ваш термин, два года назад. Да, о которой, опять же, мы с вами, так сказать, говорили, мы этот вариант предвидели, мы его описали два года назад еще, так сказать, в статье. И вот, к сожалению, практика его подтвердила. То, что было возможностью два года назад, сегодня стало реальностью. И почему устойчивый рост фигурирует в названии? А это предлог как раз для того, чтобы выставить условия для офшоризации еще одного большого куска российской собственности. Для очередного этапа большой приватизации. Вот в чем здесь логика. И как она реализована, скажем, со стороны представителей организации экономического сотрудничества и развития. Потому что именно эту организацию, пользуясь случаем, Вашингтон избрал для того, чтобы оказывать вот такое системное давление на Россию. Как сработано это, как это сфокусировано, как это организовано? То есть, по сути своей, то, что форум является рупором, так сказать, Госдепартамента, в данном случае, вот с такой стратегической задачей окончательно дезинтегрировать возможность возрождения промышленности и собственности, да? Это противоречит, собственно говоря, той концепции, которую вы уже не первые десятки лет отстаиваете, неудостерилизация. То есть, без вертикальной интеграции собственности и управления мы ничего не запустим. Мы не восстановим статус конкурентоспособности державы. То есть, получается, что вот эта морковка, которая там выдвигается, это просто попытка добить страну, которая действительно уже запускает военный бюджет. Потому что мы все прекрасно понимаем, что переход от мирных уговариваний, так сказать, вот предложений, так сказать, добровольно отдать свою собственность к военным методам, террористическим методам, это, так сказать, совершенно, это расстояние сузилось фактически до нуля. Ну, можно трактовать, безусловно, и так, почему? Потому что представители организации экономического сотрудничества и развития привезли консолидированную позицию Запада, безусловно. И, опять же, безусловно, что Вашингтон воспользовался ситуацией и в этой позиции представил прежде всего свои имперские интересы. И как это сделано? Это сделано прежде всего в рекомендациях обзора по России. Я могу буквально, так сказать, процитировать ряд примечательных положений, чтобы было ясно, что в центре вопрос о собственности. Вот, и вопрос о собственности ни в названии форума не фигурирует. По вопросу о собственности ни одного выступления не было, которые были бы прямо по теме посвящены. Переделу собственности или предложением, что делать с собственностью. Но в подтексте, безусловно, фигурировал вопрос о собственности. Вот чего не понял Андрей Ларионов. Что устойчивый рост, устойчивое развитие, это предлог для того, чтобы поставить вопрос о собственности. И решить не в пользу России, а решить в пользу иностранного капитала. Опять же, я повторяюсь, каким образом это сделано? Я перечислил 30 направлений, по которым идет работа совместных комиссий, организации экономического сотрудничества и развития, наших экспертов и аналитиков. И вот я выделил, что то направление, которое сейчас такое ключевое. В чем речь? Естественно, что когда идет проверка работы наших предприятий, во всех секторах промышленности, на предмет соответствия экологическим требованиям, экологическим нормам передовых промышленно развитых стран, то, естественно, что этого соответствия нет. Почему? Потому что, извините, но за 20 лет происходила только деградация и деиндустриализация, вместо высокотехнологичной модернизации, вместо новой индустриализации. И сейчас, для того, чтобы отвечать требованиям экологических стандартов, нужно провести предварительно новую индустриализацию российской экономики, народного хозяйства. Всех секторов, от тяжелой промышленности, тяжелой индустрии, оборонно-промышленного комплекса до сферы услуг. Сделать так, чтобы в один день, или даже за один год, наше предприятие, наше народное хозяйство отвечало экологическим требованиям на уровне того же Евросоюза, это абсолютно нереалистично. Естественно, что Евросоюз и Организация экономического сотрудничества и развития Соединенные Штаты прекрасно это понимают. И они в таком случае говорят, но вы же стремитесь попасть в эту организацию, стремитесь. Вы не соответствуете и не можете в ближайшие, ну, минимум 10 лет соответствовать выдвигаемым, предъявляемым требованиям тем стандартам, которые у нас уже реализованы и работают. Вы загрязняете атмосферу, вы загрязняете воду, вы загрязняете источники жизнеобеспечения и людей, животного мира и так далее и тому подобное. И вы не проводите при этом перевооружение, не переводите свою экономику на высокотехнологичный базис и без нас перевести не сможете. Мы вам предлагаем сделку. Какую? Наши обещания против вашей собственности. Вы отдаете нам, вы допускаете нас к этой собственности и прежде всего к собственности в нефтедобыче, в нефтепереработке, в энергетике, то есть в ключевых наших секторах. А мы обещаем вам перевооружение, сделать их экологически чистыми и будем качать ресурсы из России на запад уже по нашим стандартам. А в обмен вы будете членом нашей достойной организации. Вот какая логика. Можно ее подтвердить? Документально. Можно. Посмотрите. Я просто процитирую те положения, которые сделал выборку по этому обзору, который был презентован на форуме. Но центральный нерв заинтересованности со стороны запада здесь, он буквально сразу же проступает в констатирующей части. Какое? Что планы приватизации недавно были скорректированы в сторону уменьшения ее объемов. Несмотря на вступление страны во всемирную торговую организацию в 2012 году, процесс открытия рынка встречает сопротивление. Вот что констатируется прежде всего в этом обзоре. Что оказывается планы по приватизации не выполняются. А мы увидим, я коснусь, что именно этот пункт перемена планов приватизации с форсированной на нефорсированную был оценен академиком Примаковым в его выступлении резонансном как раз накануне Гайдаровского форума. Как крупнейшее достижение страны по противодействию неолиберальному курсу правительства. Кстати, в этой статье Примаков практически открыто противопоставил правительство президенту. Что действительно правительство саботирует запуск промышленности, о чем объявил президент. Мы к этому вопросу вернемся. Я сейчас приведу еще несколько положений из обзора. И потом мы перейдем к позиции Евгения Максимовича Примакова, которая имеет самое прямое касательство к основному нерву вокруг России, который проступал очень ярко и отчетливо на форуме. Вот посмотрите, что рекомендуется опять же в этом обзоре, с которым приехали представители Организации экономического сотрудничества и развития. Что они предполагают? Какие задачи они ставят? Обеспечить прогресс в отношении приватизации государственных банков и других государственных предприятий. В целях усиления положительного эффекта от вступления страны в ВТО воздерживаться от установления барьеров для входа на рынок. Сократить перечень стратегических секторов, в отношении которых сохраняется необходимость получения предварительного согласования для иностранных инвестиций. И упростить процесс получения согласования. Дальше делается легкий упрек. Хотя власти часто подтверждают свою приверженность идеи приватизации банков, последняя среднесрочная программа приватизации предусматривает сохранение контроля государства. Еще, пожалуйста, отдельный раздел, отдельный, посвящен тому, что по взглядам Организации экономического сотрудничества и развития, роль государства в российской экономике слишком велика. И более того, они сожалеют, что доля, производимая государственными предприятиями продукции, возросла в последние годы. Что государственные предприятия занимают доминирующее положение, включая и банковское дело, транспорт и энергетику. А их доминирование создает очень серьезные проблемы для выхода на рынок и конкуренции. И в таком духе, и так далее, и вот это все представлено в таком вот, в обрамлении, как скромный аналитический обзор. Мы видим, так сказать, вот лицемерие подобных родов документов, здесь многословный пирог, здесь политические интересы. То есть, в той борьбе, которая взялась в Кремле, и о которой Примаков открытым текстом сказал, там было понятно, что нужно перекрывать одной группировке, которая не отстаивает российские национальные интересы, канала финансирования. Это значит закрытие банков. Планировалось закрыть 50 банков, лицензия отозвана меньше. Но в каждом втором случае мы понимаем, что эти структуры работали на одну политическую силу. Мы когда видим такие согласованные предложения, напоминают комсомольскую демагогию, да? По большому счету, мы понимаем, о чем идет речь. Ну, я бы сказал, что... То есть, американская группа влияния будет иметь свои банки, каналы влияния, которые не контролируют государство, либо все-таки мы начнем перекрывать эти каналы? Я имею в виду государство. Безусловно, значит, здесь Гайдаровский форум ценен чем? Что схватка, по вопросу о собственности, схватка за контроль над командными высотами экономики, переходит от слов к делу. Вот в чем главный посыл. Вот что прозвучало, опять же, не открытым текстом, но во всех выступлениях. Скажем, руководителя Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурия, он ведь что сказал? Что таковы задачи, как они перечислены в обзоре, а я только что процитировал, какого рода эти задачи. И он там прибавил уже, так сказать, как императив, что эти задачи должны быть решены. В то время как для запуска промышленности нам, наоборот, надо национализировать инфраструктурность. Должны быть решены. Это значит, что сейчас противоречия сплелись в тугой узел, когда выбор нужно делать. На деле. Не просто на словах, а на деле. И вот в этом отношении выступление Евгения Максимовича Примакова на Меркурий-клубе, традиционное его выступление, оно архипоказательное. Архипоказательное. По каким позициям? Ну, вы совершенно правильно сказали, что фактически Примаков провел демаркационную линию между командой президента и правительством. У правительства получается свой курс, а у команды президента свой курс. И с точки зрения Примакова, команда президента олицетворяет сейчас государственные интересы, а правительство находится во власти офшорных, неолиберальных, как по оценке Примакова. А если называть своими вещами, то компрадорских интересов, антигосударственных интересов. И тезис Примакова заключается в том, что в 2013 году команде президента пришлось прямо противодействовать линии правительства на большую приватизацию. Он отмечает буквально результаты вот этого противостояния. Но здесь нужно посмотреть чуточку шире. Вот провел бы Евгений Максимович Примаков такую демаркационную линию между правительством и командой президента год назад. Вот по итогам 2012 года. Я думаю, что нет. Почему бы так думать? Потому что тогда еще, хотя темпы роста затухали, но все-таки был вот этот рост безразвития, номинальный рост. Вот в 2013 году ситуация разительно поменялась. И естественно, что выросла колоссальная нагрузка и на бюджет, и на ресурсы развития. И прежде всего это почувствовало государственное руководство. И правительство это почувствовало, и Кремль это почувствовало. Безусловно. А в этой ситуации уже необходимо заниматься бюджетной дисциплиной. А это значит, нужно закрывать офшеризацию собственности, офшеризацию доходов. Это значит, что нужно наводить порядок с государственными инвестициями, с государственными расходами. Чтобы то, что выделяется на социальные, инфраструктурные, оборонные проекты, не конвертировалось в доллары или другую валюту и не убегало за рубеж. Чтобы это трансформировалось в реальные результаты внутри страны. И когда команда президента видит, что по всем этим направлениям правительство не в состоянии обеспечить результаты. И более того, эксплуатирует возможности либерального законодательства и либеральной экспортно-сырьевой системы в интересах олигархов, в интересах компрадоров, естественно, возникает вопрос. И вопрос возникает очень принципиальный. У государства одна политика или две разных политики? Надо принимать уже действительно принципиальное решение. Или мы работаем как офшорная, зона офшорных интересов, компрадорских интересов. Или страна сегодня работает на само себя и в своих интересах. Вот время такого выбора в 2013 году пришло. Вот то, что нельзя было ставить ребром еще по итогам 2012 года, уже само встало ребром по итогам 2013 года. И Евгений Максимович Примаков, чувствуя это, безусловно, выразил видение прежде всего со стороны тех, кто выступает с государственных позиций, кто выступает за то, чтобы экономическая и социальная система страны была переведена на платформу общегосударственных и народно-хозяйственных интересов. И вот не случайно он в своем выступлении прибавляет, что в истории бывают разные периоды, имея в виду роль государства. И он говорит, что я считаю, что на данном этапе, сейчас, роль государства объективно выросла для нашей страны. То есть это совершенно четкая постановка о том, что платформу необходимо менять. Очень четко высказывается Примаков и по поводу реиндустриализации. Он поддерживает здесь точку зрения Валентины Матвиенко и, кстати, цитирует ее пассаж из статьи в нашем журнале за седьмой номер 2013 года Валентина Ивановна дала материал о новой индустриализации в России. И вот Примаков цитирует соответствующее место в поддержку своей позиции и говорит, что сейчас действительно необходимо проводить реиндустриализацию, а не думать о каком-то постиндустриальном исходе. И фактически основной вывод Примакова заключается в том, что правительство саботирует курс на новую индустриализацию. На новую индустриализацию страны, на преодоление деиндустриализации. Это, опять же, очень важный посыл. В каком отношении? Когда мы делали вывод об угрозе автономной рецессии, то есть рецессии в России без рецессии в самых передовых промышленно развитых странах... Напомню, что этот прогноз сделан более двух лет назад. Да, это мы опубликовали в нашем журнале в статье в январе 2012 года в первом номере журнала «Экономист» за 2012 год. То тогда в интервью, которое, то сказать, вот уже было после публикации этой статьи, мы отмечали, что нереагирование на угрозу автономной рецессии неминуемо будет приводить к нарастанию элементов внутриполитического кризиса. И вот, опять же, самое примечательное в выступлении Примакова заключается в том, что он де-факто показал уже проявление внутриполитического кризиса в России. Это новый момент. Это новый момент, который очень сильно изменяет ситуацию, политическую ситуацию в стране. Почему? Потому что, опять, это еще один фактор, который говорит о том, что вопрос о собственности в действительности стоит ребром. что сейчас уже недостаточно просто слов для того, чтобы удержать суверенитет над командными высотами экономики. А вы абсолютно правильно сказали, что без такого суверенитета мы получаем уже угрозу дезинтеграции России, самой России. Потому что дезинтеграция собственности, а тем более на командных высотах, это дезинтеграция страны. И сегодня для интеграции страны, наоборот, требуется восстановление вертикальной интеграции электроэнергетики, восстановление вертикальной интеграции нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса, причем с государственной централизацией. безусловно, сегодня требуется восстановление вертикальной интеграции железнодорожного транспорта. Опять же, сегодня требуется восстановление вертикальной интеграции в авиакосмическом комплексе. чтобы было единство государственного заказчика, государственного авиаперевозчика и государственного авиапроизводителя. Чтобы авиационная рента, как высокотехнологичная, не прикарманивалась олигархами и компрадорами. Которые оценятся 50 миллиардов евро в год. Да. Минимум. А оставалась внутри России и работала на опять же производство наших высоких технологий, интеграцию производства с наукой и так далее. Вот о чем сегодня идет речь. Это ровно другой курс. Ровно другой курс. И время для такого курса пришло. Вот в этом значение и выступления Примакова, и собственно самого Гайдаровского форума. Потому что да, на гайдаровском форуме была как раз проявлена платформа тех, кто выступает за большую приватизацию. Безусловно. За большую приватизацию в России выступают прежде всего представители иностранного капитала. И это, как мы видели, прямым текстом заявлено в обзоре по России. Таковы требования к России. так вот самое главное сегодня заключается в том, чтобы под платформу общегосударственных интересов, народно-хозяйственных интересов подвести правильное решение вопроса о собственности, дать правильную структуру собственности. Мы прекрасно понимаем, что есть многоукладность в отношении собственности. Что это объективно в сегодняшних условиях. Но многоукладность не означает отсутствие иерархии и системы. Все равно стоит вопрос о том, а какая форма собственности должна всю эту многоукладность конституировать, цементировать, направлять на общегосударственное экономическое социальное оборонное научно-техническое и другие интересы. В том числе и экологическое. И вот ответ на этот вопрос сегодня от нас требует сама жизнь. И опыт тех стран, которые входят в организацию экономического сотрудничества и развития, он четко показывает, как у них этот вопрос решен. А он ведь решен. Там же есть та же самая многоукладность и там есть та же самая структура собственности. Но какая форма собственности ведущая там? Нам пытаются сказать, что это собственность малых и средних предприятий. Ничего подобного. Там доминирует государственная корпоративная собственность. Смешанная собственность. Либо чисто государственная, если мы возьмем Германию, Deutsche Bahn, железнодорожный перевозчик. Если мы возьмем государственный сектор атомной энергетики во Франции, да и в Швеции и так далее. Если мы возьмем ту же корпорацию Airbus, крупная корпоративная собственность доминирует там, а она вся смешанная, то есть в любой крупной транснациональной корпорации представлено государство. И в больше или в меньшей степени это второй вопрос. Но самое главное, что на эту государственную корпоративную смешанную собственность приходится преобладающая часть добавленной стоимости экспорта нейронеокр, научных исследований. то есть это базис современной интегрированной экономики. Нам не нужно здесь изобретать велосипед. То, что в вашей концепции называется неиндустриализация, в Европе это третья индустриальная революция, либо реиндустриализация в штатах. Совершенно верно. То есть европейский, американский, британский опыт, он показывает, что все вопросы новой индустриализации, все вопросы приведения экономики и сферы услуг в соответствии с экологическими стандартами. Это все новая индустриализация, а новая индустриализация двигается транснациональными корпорациями. Круг замыкает. Сегодня даже Медведев на этом форуме опять упоминал положение вашей статьи 2003 года о 25 миллионах высокотехнологичных рабочих местах аренды индустриализации. Если даже тот лагерь вынужден эти вещи озвучивать, это говорит о том, что время пришло. Но меня и многих наших зрителей интересует сейчас один вопрос. Вот эти уникальные модели профессора Губанова, которые с точки сюда месяца прогнозируют начало кризисных явлений в экономике развитых стран. Вот какова ситуация, то есть ваш прогноз подделился, мы об этом говорили двухлетней давности полностью, сейчас это уже не обсуждается. Но какова ситуация в экономике российской и западной? То есть меня интересует, когда начинается кризис в Штатах по вашим оценкам и состояние, каковы наши ближайшие перспективы? По мировой экономике я могу так образно ответить, вот если представить в виде светофора красный, желтый, зеленый свет, то сейчас по расчетам, по январским нашим расчетам зеленый свет стал уже мигать. Это значит, что следующая стадия это желтый цвет, ну и за желтым светом уже будет красный цвет, то есть время большой рецессии. Поэтому контуры посткризисного мира, которым озвоблен Гайдаровский форум, они в этом отношении уже очень сильно обветшали, потому что мир сейчас подходит к следующему кризису, не второй волне, а к следующему циклическому кризису, регулярному, как положено в соответствии с классическими законами. И надо готовиться сейчас уже не обсуждать контуры того, что прошло, а надо обсуждать то, что надвигается сейчас. Почему? Потому что за посткризисный период не принято никаких решений, которые могли бы уменьшить амплитуду кризисного спада по занятости, по индустрии и так далее. И вот над этим сейчас нужно, если говорить о реалиях, об этом сейчас нужно думать, об этом заботиться и вырабатывать упреждающие меры. Ну реально, сколько у нас сейчас осталось? 8-10 месяцев? Ну, я думаю, что, ну точно я сказать сейчас не возьмусь. Почему? Потому что ситуация, раз мерцает уже зеленый свет, то это значит, что желтый может загореться с месяца на месяц. Но, вот когда он загорится, я скажу точно, безусловно. И тогда я могу сказать точно, когда загорится и красный свет. Но то, что вероятность достаточно высокая, что большая рецессия близка в конце 2014 года, это точно об этом уже можно говорить сейчас совершенно определенно. Совершенно определенно. Потому что там будет сдвиг просто на считанные месяцы. Но, я повторяю, сегодня месячная датировка это вопрос открытый, месячная датировка будет совершенно ясна, когда зажжется желтый свет. это может случиться с месяца на месяц или же через 3-4, через квартал, через два квартала. То есть, за этим теперь нужно буквально вежимедженном. Индикаторы появляются. Но, я повторяю, все. Если по 2012, 2013 году мы четко говорили, что рецессии, большой рецессии не будет в передовых промышленно развитых странах мира, то сейчас по 2014 году мы говорим все. Я еще раз напомню, что прогноз декабря 2011 года гласил, что ближайшие полтора года, это декабрьский прогноз, в реальном секторе экономики США никаких кризисных явлений не будет. Да, полтора года, 15-18 месяцев, да, и это полностью, более того, мы говорили, что темпы роста американской экономики будут выше, а не ниже. И это тоже, естественно, подтвердилось. Что касается российской экономики, когда два года назад мы опубликовали материалы вероятности автономной рецессии в России, естественно, этому не хотели верить, не хотели всерьез обсуждать, считали, что это вообще порождение, так сказать, достаточно, так сказать, вольного академизма, упражнения с моделями. Но, когда с середины 2012 года пошло затухание темпов, очевидно, было некое, то сказать, или правительственное, или кремлевское поручение экспертам высшей школы экономики посмотреть, что такое, действительно ли, вероятно, автономная рецессия. Эксперты высшей школы экономики выполнили этот заказ, но выполнили его, я бы сказал, весьма, весьма поверхностно. Появилась в конце марта, в начале апреля прошлого года публикация, их бюллетень аналитический, где под редакцией Алексашенко Сергея был разобран вопрос об автономной рецессии. И они выдали такое заключение абсолютно описательно, абсолютно такое дескриптивное по поверхностному опыту других стран, что обычно автономная рецессия не глубока и длится недолго, поэтому, хотя она и возможна у нас, но ничего, никакой опасности особой не представляет. Так вот, в чем промах Алексашенко? Промах Алексашенко в том, что он не учел влияние на автономную рецессию в России, деиндустриализации и дезинтеграции собственности. Вот если бы он учел это, он бы понял, что у нас ситуация системного кризиса. Мы фактически из системного кризиса не выходили. И когда у нас были так называемые тучные годы, это все равно был рост чисто номинальный. Это рост по инфляции нефти доллара и все. И все это рост безразвития. Вот если бы они учли вот эти крупные обстоятельства, системный кризис воспроизводства. Если добыча сырья оторвана от переработки сырья, если мы добываем больше, чем перерабатываем и не в состоянии переработать все, это системный кризис. Если у вас добыча сырья оторвана от переработки сырья отношениями собственности, там один олигарх, а тут другой. Это системный кризис. Вы не можете воссоздать технологическую цепочку, а нет технологической цепочки у вас нет связи между промежуточными результатами и конечными. Значит вы не работаете на увеличение добавленной стоимости по цепочке. Все. Вот где корень наших проблем. Если бы об этом говорили, не просто бы повторили вслед за тем, что возможно автономная рецессия, а показали бы всю причинно-следственную связь, которая обременяет ее, тогда бы они пришли к другому выводу, что на самом-то деле это серьезное явление. Это проявление не краткосрочного системного кризиса, а длительного, хронического. И несет очень большую опасность какую? Мало того, что это удар по бюджету, а значит летит вся политика индексации социальных доходов, оборонных доходов, инфраструктурных. Мало того, что это исчезновение полной источников роста, а под компенсацию вы не подвели внутренних источников. И это даже мало. А что в остатке, что самое грозное? Самое грозное то, что у вас возникает ситуация внутриполитического кризиса. Можно сказать, внутриполитический кризис, извините, это уже возвращение в 90-е годы. Вот о чем идет речь. Если мы в 2008 году исключали такой сценарий, говорили, что в 2008 году внутриполитический кризис возможен в Украине, но невозможен в России, то сегодня вот куда. И именно из-за того, что недооценили угрозу, реальную угрозу того, что такое автономная источница. То есть это очень глубокая проблема. И мы как раз увидели в постановке Примакова, что все действительно уже внутриполитический кризис настолько тлеет внутри, что прорывается огонь наружу. Возникает большой соблазн разыгрывать проблемы со стороны. Я повторяю сегодня, что вопрос о собственности стоит ребром. И вот если Кремль сделает сегодня правильный выбор и на деле, а правильный выбор на деле это четко государственно доминирование над командными высотами экономики, восстановление вертикально интегрированной целостности тех прежде всего инфраструктурных комплексов, которые я назвал, четкое управление не только тарифами, но и издержками, создание стимулов для снижения издержек, не административных команд, а экономических стимулов. Вот что важно. Организация, новая система оплаты труда, которая выводит на заинтересованность всех и каждого в снижении издержек и увеличении результата. Вот этим сегодня срочно нужно заниматься. И вот если это сделать, если это сделать, то тогда большая рецессия, она, я повторяю, надвигается, тогда она нанесет удар, но удар будет не таким болезненным. И в любом случае не приведет к 1998 году. А вот если не заниматься этими вопросами, если просто подменять словами, вот тогда мы получим другую ситуацию, тогда внутриполитический кризис может отбросить нас к 1998 году. Тем более, что мы с вами уже отмечали это обстоятельство, что сейчас совокупный внешний долг страны больше, чем совокупная золото-валютная резерва. Некоторые критикуют, что некорректное сравнение, что государственные резервы надо сравнивать только с государственным долгом, но люди очевидно забывают опыт 2008 года, когда именно из государственного бюджета закрывались долги в общем-то частных компаний, когда происходило известное явление приватизация прибыли и национализация убытков. И все это делалось за счет государственного бюджета, это делалось за счет государственных резервов. И экономически ответственно, и политически ответственно сравнивать совокупный долг с совокупными резервами. все остальные методики формальные, вот развилка она сейчас вот такова. И я думаю, что будет и политически ответственным, если принимать сегодня решения по структуре собственности, по вертикальной интеграции, по контролю за ценообразованием, по стимулам для снижения издержек, и естественно сосредоточиться на том, чтобы не повторить скатывание ситуации 90-х годов. Ну вот так вот. Спасибо. Сергей Семенович, на этом мы первый выпуск гостиной заканчиваем. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»